И снова всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. Как вы помните, в трейлере я говорил о том, что планирую снимать сравнительные обзоры разных устройств одного сегмента, но уже на канале 6 видео, а сравнительных обзоров все нет и нет. Так вот, пришло время это исправить. Начну я эту рубрику со сравнительного обзора звуковых карт, которые я засветил в трейлере. Заказал я их уже очень давно и все никак не доходили руки до тестов. Ну, точнее, как не доходили. Не было возможности для объективного теста, не было ни хороших наушников, ни нормального источника звука, на которые можно было бы ориентироваться. И сейчас, когда я приобрел все необходимое, у меня наконец появилась возможность воплотить эти тесты в жизнь. Итак, поехали. Сегодня мы проведем сравнительный обзор 7 китайских звуковых карт в ценовом диапазоне от 70 до 320 рублей. И когда я покупал эти карты на Алиэкспрессе, это был, скажем так, весь модельный ряд, представленный в ультрабюджетном сегменте. И тогда я сомневался вообще, что подобные звуковые карты способны к какому-никакому качественному воспроизведению звука. В идеале эти карточки должны стать хорошей альтернативой встроенному звуку на ПК со слабыми материнскими платами, либо же выручить в случае, например, поломки порта для наушников. И сейчас мы узнаем, справились ли эти карточки с подобными задачами. И начнем мы в порядке возрастания цены. Первая звуковая карта стоит 70 рублей и имеет при себе два порта. Один для вывода звука и один для ввода. По заверениям производителя она, как и все следующие карточки, обладает объемным звуком 7.1. Ну и разумеется, ни о каком реальном 7.1 речи не идет. Это самая простая эмуляция на программном уровне, добавляющая лишь неоднозначный эффект при просмотре фильмов и при игре. Никаких реальных плюсов в плане позиционирования вы не получите. Сама плата предельно простенькая, с минимум элементов. И что же касается звука, то он, несмотря на цену, достаточно чистый. Фонового шума при выключенной музыке фактически нет. Однако, что касается низких частот или басов, то они тут, ну, очень урезаны. Их практически нет. Далее, звуковая карта за 74 рубля. Также имеет при себе один порт для вывода звука и один микрофонный вход. И отличается от предыдущей лишь тем, что USB-штекер и сама звуковая соединены проводком. Разумеется, конструкция цельная и проводок несъемный, но все же это повышает удобство при использовании. Однако на этом плюсы заканчиваются. По словам производителя, она также обладает объемным звуком 7.1, но, как оказалось, она не способна даже к простому воспроизведению. Ну, то есть звук-то есть, но из-за неправильной распайки он идет только на один канал. Если же штекер воткнуть не полностью, то звук идет в оба канала, но немного искажается. Жаль, но что поделать. Так что о качестве звука говорить даже не имеет смысла. Третья звуковая карта уже несколько отличается от двух предыдущих. Да, форма практически та же, но зато на панели расположены функциональные клавиши, позволяющие отключать порты, а также регулировать громкость звука. Что касается звука, то он такой же, как и у первой карты. Достаточно чистый и, к сожалению, отсутствует бас. Однако фоновый шум также практически отсутствует, что при такой цене не может не радовать. Четвертая же звуковая карта вовсе рассчитана на использование одновременно сразу двумя пользователями. А все потому, что у нее имеется четыре порта. Два порта для вывода звука и два порта для ввода. При подключении двух пар наушников сигнал дублируется в каждый из портов, однако при этом звук немного ослабевает. Что же касается записи, то оба порта работают параллельно и звук можно записывать сразу с двух микрофонов. Но надо учитывать, что помехи и фоновый шум также будут суммироваться, как и весь входящий сигнал. О микрофонной записи на каждую из звуковых карт мы поговорим чуть позже, а пока продолжим. Что касается звука, то он ничем не отличается от предыдущих карт. Басов фактически нет и немного заметен фоновый шум. Кнопки такие же, как и на предыдущей модели. Пятая карта с виду выглядит куда интереснее предыдущих, но на самом деле отличий совсем немного. Да, чуть больше кнопок, а именно наличие трех мультимедийных клавиш. Это плей-пауза и кнопки для смены треков. Однако в остальном все то же самое. И да, что касается клавиш. Как по мне, они имеют смысл лишь на ноутбуке, где боковая панель находится всегда под рукой. Что же касается стационарного ПК, то использовать мы их будем крайне редко, так как каждый раз тянуться к задней части корпуса мало кому захочется. С другой стороны, ничто не мешает купить USB удлинитель. По звуку. Он достаточно чистый и имеется легкий фоновый шум. И уже по традиции для дешевых китайских карт отсутствуют басы. И тут мы переходим к уже более интересному представителю. Если сравнивать эту карту с предыдущей, то сразу видно, что тут нет никаких кнопок и всяких наворотов. И она больше похожа на первые две карточки. Тогда чем же обусловлена такая цена? Все дело в том, что тут установлен чип от C-Media, а не ноунеймы, как в предыдущих случаях. И потому звук еще чуть более чистый, чем в предыдущих карточках, и полностью отсутствует шумы. Однако басов по-прежнему нет. Кстати говоря, все карты эмулируют объемный звук. Предыдущие так вообще якобы 8.1. И также обладают следующими функциями. Это тонокомпенсация, коррекция звучания и выравнивание громкости. Ну и теперь перейдем к последней, самой дорогой звуковой карте из списка. Что касается функционала, то в отличие от пятой звуковой карты, у нее имеется свой эквалайзер, который поможет вам немного подкорректировать звук. Но не стоит надеяться на что-то сверхъестественное. Он имеет только 5 предустановок и если ориентироваться на слух, то он лишь задирает определенный диапазон частот. Например, делает более выраженными высокие частоты или, например, низкие. Также у карты имеется вход line-in, куда вы можете подать звук, например, с вашего плеера. Однако микрофонный порт и line-in не работают параллельно, потому смысл данного порта мне не очень понятен. Сама же звуковая карта подключается с помощью USB-проводка, что очень удобно при использовании со стационарным компьютером. Звук у этой карточки очень чистый. И да, наконец-то, здесь появился бас. Он, конечно, далек от совершенства, но он, по крайней мере, есть. При отключенном звуке имеется совсем легкий фоновый шум. Сама схема выглядит уже более серьезно и также имеется свой чип. Если кому-то интересно, то он может пробить по маркировке, какой именно чип здесь используется. А мы перейдем к тому, как проявили себя эти звуковые карты в записи голоса. Итак, тестировать возможности записи звука мы будем с помощью одного и того же микрофона, который последовательно подключим ко всем звуковым картам. Уже сейчас я начал запись на рекордер Zoom H1, где микрофон должен проявить себя максимально хорошо. И дальше я буду повторять одну и ту же фразу и записывать ее с помощью каждой звуковой карты. Итак, поехали. Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT-вердикт. Сегодня мы поговорим о звуковых картах. Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT-вердикт. Сегодня мы поговорим о звуковых картах. Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT-вердикт. Сегодня мы поговорим о звуковых картах. Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT-вердикт. Сегодня мы поговорим о звуковых картах. Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT-вердикт. Сегодня мы поговорим о звуковых картах. Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. Сегодня мы поговорим о звуковых картах. Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. Сегодня мы поговорим о звуковых картах. Ну что ж, как оказалось, звук у некоторых представителей оказался ничуть не хуже звука, записанного с помощью встроенных звуковых карт. Да, не у всех, но есть вполне достойные варианты. А теперь перейдем к общим выводам по каждой карточке. Первая карта, несмотря на низкую цену, обладает вполне себе неплохим звуком. Более того, запись звука оказалась куда более громкой, чем у большинства карт, и даже не понадобилось усиление. Вторая карта проявила себя прямо противоположенно. Распайка, отключающая один канал при выводе звука и очень тихий микрофон, даже несмотря на включенное усиление, делает ее совершенно непригодной к использованию. Однако я надеюсь, что это всего лишь брак конкретного сэмпла. Третья и четвертая карточки имеют примерно одинаковые параметры в плане звука. Но третья рассчитана лишь на один микрофон и наушники, а четвертая, следовательно, на два. В целом же это интересное устройство, ничем не отличившееся ни в хорошем, ни в плохом смысле. Пятая карточка, несмотря на свой более премиальный вид и мультимедийные клавиши, также ничем не выделилась. Если же эти плюсы вас не интересуют, то имеет смысл взять, например, третью карточку, от которой в остальном она ничем не отличается. Шестая карта, несмотря на свою внешнюю простоту, является очень неплохим решением за свои деньги и вполне способна без ущерба заменить встроенную звуковую карту. Звук очень чистый, как и микрофонная запись, которая по сравнению с предыдущими картами на уровень выше. Что же касается последней карты, то она обладает самым широким функционалом. Что касается звука, то он на уровне предыдущей карты с добавлением щепозочки баса. Микрофонная запись также сильно выделяется на фоне предыдущих карт и практически не имеет фонового шума. Ну что ж, как оказалось, подобные карточки все же имеют право на жизнь. И не только в качестве вынужденной замены, но и как полноценная альтернатива простеньким звуковым картам. И да, если вы планируете серьезно записывать голос или же, например, являетесь меломаном и любите качественную музыку, то порекомендовать я смогу вам разве что последние две карточки. И то с очень большой натяжкой. Все-таки вы сами понимаете, что с учетом такой цены эти карточки не для профессионального применения. В ближайшем будущем я планирую сделать еще два выпуска по звуковым картам. Первый будет посвящен двум звуковым картам для вывода 5.1 звука. Один от именитого бренда, а один китайский аналог, который я засветил в выпуске про домашний кинотеатр. Второй же выпуск будет целиком и полностью посвящен очень крутому источнику звука, который мелькал в этом обзоре. Благодаря этому я могу тестировать очень широкий диапазон наушников, включая некоторые профессиональные и студийные образцы. И да, совсем скоро ВКонтакте пройдет целый ряд опросов касательно будущих выпусков и будущих стримов. Если у вас есть свободная минутка, пожалуйста, зайдите, посмотрите и проголосуйте за вариант, который вам по душе. Что же касается этого выпуска, то он подошел к концу. И я надеюсь, что он окажется интересным и полезным для вас. Как всегда, я буду рад услышать ваше мнение в комментариях, а также ответить на ваши вопросы. И на этом я буду прощаться. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Ставьте лайки, это очень поможет каналу на данном этапе развития. И увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT-вердикт, пока!